я недавно была у океана и с тех пор я не могу остановиться все время рисую морскую тематику так я вдохновилась этими видами океанскими ну и конечно не смогла себе отказать в удовольствии пособирать ракушки но кто уже из нас может остановиться вот я их даже домой привезла и сейчас мы с вами нарисуем интересный рисунок гуашью или акрилом исходя из того какие краски есть у вас у меня сейчас гуаш а нужно будет из бумаги большая средняя маленькая кисточки палитра очка у меня это вот с гуашкой я использую обычное блюдце и водичка больше ничего может быть салфеточки еще чтобы вытирать вашу кисточку начинаем берем синий цвет и белый цвет синий цвет берем прямо из баночки и сразу кисточкой вот так вот размазываем все 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 по листочку вашему я его заклеила поэтому я могу на вы на вылет рисовать вы можете чуть-чуть аккуратнее чтобы не забрызгать стол можно стола застелить вот так вот мы наносим голубую краску тут же капельку белый белый и синий используем и сюда же рисуем чуть-чуть вниз спустились чтобы вот так у нас был незаметный такой переход от синего к светлому и больше вниз спускаться не будем будем только вверх подниматься опять белый голубой и все 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 что есть на кисточке вот этот вымазываем на листочек опять белый взяли уже без голубого и теперь вот этот белый вот так вот чуть чуть вниз спускаемся растираем как следует чуть-чуть вверх поэтому нас голубой смешивается и с белым и белый с голубым получается светлый цвет теперь берем чистый белый цвет на кисточке у нас много еще голубого сейчас сверху намазали белым и теперь смешиваем его с тем цветом который был снизу так незаметно мы с вами смешали от темно-синего к светло-голубому цвет у нас получился отставляем и дадим вот этому просохнуть для следующего этапа работы нам необходимо смешать оранжевый цвет для этого берем красную баночку и желтую и палитрочку берем красный цвет смешиваем сразу на палитре чтоб потом не замешивать лишний раз может быть нам и не хватит но мы постараемся с запасом красный и желтый такие полные хорошие объемы взяли замешиваем то приятного нам цвета вот я пока такой устраивает если мне нужно будет светлее цвет я себе еще раз смешаю отставляю вверх этот цвет крупной кисточкой можно средний какой вам нравится и рисую овальчик рисую его где-то находим центр работы и смещаемся чуть левее и чуть выше рисую вот такой овал причем овал наискосок такой под наклоном овал делаем может быть я не права может быть нужно взять среднюю кисточку давайте попробуем среднюю ну конечно здесь уже можно прицельнее работать средней кисточкой рисуем овальчик овал это голова нашего осьминога вниз вот так спускаем вот вам овал видится подобный теперь от этого овала вот здесь находим серединку овала и от этой середины делаем такой плавный изгиб и под наклончиком пошли этим изгибом вниз вниз и кверху такой вот волну сделали и закрасили все это красным цветом или оранжевым который мы смешали так как мы рисуем на голубом у нас получается темный цвет это то что нам нужно не переживайте такой должен быть цвет если недостаточно он оранжевый еще раз пройдите по тому же месту отсюда точно так же только уже вниз пошли вот таким изгибом раз и загнули и сюда и все это и закрашиваем все что у нас внизу закрашиваем закрасили где они достаточно раньше прошлись еще разочек что получился яркий красивый цвет может быть чуть плавнее здесь может и слишком резко сделал главное чтобы не было резкого перехода от этого яйца можно здесь даже чуть повыше поднять чтобы так красивее получалось чтобы у него такой крупный лоб у нас наши восьми ножки так и сюда пошли вот таким изгибом что дальше берем капельку белого цвета сюда в краешку капельку желтого чтобы стало желтее и светлее и давайте пройдемся вот здесь сверху там где него лобик вот таким светлым цветом таким светлым по краю по верху это нам дает объем нашего осьминога и здесь чуть-чуть отойдя от края вот так вот заполняем можно еще желтее и еще белее взять и еще пройтись здесь прям вот таким ярким цветом даже почти с белым здесь вот прошлись и точно так же на этой ножке это же все у него уже щупали начинаются и точно так же вот здесь я везде по краю по кромке оставляю темным а вот так серединку серединку делаю светлее вот вы повторяйте за мной ведь а тут по краю опять не подошла ничего не зарисовала оставила как есть давайте возьмем белый цвет еще раз смешаем и вот прям такими бликами добавим можно еще пили самое яркое место самое светлое чтобы заблестела и вот здесь может ножки прямо такими точечками потому что точки создает фактуру кожи осьминога она же такая неровная шероховатая пупырчатая немножко не стесняйтесь что у вас получается точечками нам так и нужно что дальше берем этот светлый цвет оранжевый белый желтый и красный посветлее чем наш обычный осьминог и начинаем рисовать вот отсюда пойдем щупальцу рисовать это посередине вот этой вот продольной линии ставим и начинаем сгибать произвольном порядке как вам нравится ну конечно этой кисточкой сложно это делать давайте пока закрасим самые толстые части а дальше надо уже конечно же убрать кисточку потоньше иначе вы слишком толстый щупальца заканчиваться хотя может исправимся посмотрим самое интересное все время выбирайте инструмент как удобно вам давайте маленькую возьмем маленькая просто дорисуем вот так чтобы он загнулся так красиво вот от этого зависит наша работа насколько красиво загибаются эти все щупальца так ажурно они шли можно взять красный цвет и вот по кромке пройтись не рисуйте все одинаковым красным цветом эти где-то светлее где-то темнее старайтесь вот я почитаю так вот по краюшку делать темно-красный а посреди светло оранжевый тогда и объем появляется и веселее картинка смотрится есть где еще давайте при маленькой уже рисовать снимите всю красочку видите насколько краски здесь осталось вот так провернула кисточку смотрите сколько на палитре сразу красочки вышло есть где нам еще одну щупальцу на сайт вот здесь конечно же ищем середину нашей вот этой вот точке где у нас голова с шейкой соединяется и ставим под ней вот здесь сначала наши щупальцы ведем опять же голове и сгибаем вокруг головы пошли можно чуть-чуть водички добавить если вы видите что у вас уже густоватая красочка но старайтесь и акрилом гуашь рисовать без воды вода нам нужно только чтобы вымывать наши кисточки так пошли вокруг головы так вот и и завернули естественно вот постарайтесь красивые изгибчики сделать не торопитесь чуть-чуть не нужно водички густеет уже красочка на палитре воде еще прям под огнем вот еще лучше стал так и начинаем уплотнять наши щупальца на кончиках они узенькие тоненькие ближе к тельцу начинаются уже толстенькие вот сюда вот так вот толстый щупалец и тоже под изгибом должна она в тело войти как будто бы все тело нас спрятано мы видим голову шейку а остальные щупальца у нас вот там где-то за рисунком разветвляются важно понимать что вы тоже рисуете как только вы поймете что же вы рисуете сразу зрителю станет ясно вот мы рисуем что у нас щупальца туда ушли и загнулись и сюда пришли все давайте возьмем побольше кисточку возьмем желтенький цвет смешаем и прямо тут вот этим опять желтым с белым поработаем чтобы середина щупальца была посветлее по кромке пройдем сейчас потемнее чем-нибудь и давайте чтобы два раза не вставать как говорится вот здесь вот осталось то темная тельца вот здесь вот так вот еще раз огнем еще одну щупальцу его сделаем причем чтобы так остался промежуток чтобы она была более ажурная есть теперь можно взять красный и проходится уже красным по самой кромке где у нас тонкая кисточка помню до что мы вот тут по краешкам проходились для объем чека красным или оранжевым мне уже лень смешивать оранжевая уже красным просто 2 прохожусь с оранжевым смешать только лучше будет хуже точно не будет правляем где нам не подправляем где надо можно прям желтым чтобы еще ярче было порисовать когда желтый добавляешь красным даже смотрите рисунок веселее становится по-моему вот он такой цветнее стал наш осьминожка да сразу новые краски заиграли на рисунке вот здесь давайте желтенький добавим есть давайте еще на голову желтый добавим куда сюда вот сюда желтый добавим вот теперь у нас же интересный рисунок получается теперь нам нужно затемнить вокруг ножек чуть-чуть берем красный цвет опять на палитрочку на палитрочку на палитрочку и капельку капельку черного просто саму самую малость чтобы не перечернить и подбавляйте вот так вот по мере так вот чтобы не черный черный и не красный красный и теперь вот здесь вокруг наших светлых ножек просто сделаем вот этим темным обводочку чтобы объем появился теперь можно так вот вытереть и растушевать чуть-чуть можно с красненьким смешать вот тут отделить чтобы все ножки друг от друга отделились они в одной сплошной каши получились вот здесь все за ножкой вот если впереди вот эта нога значит то что дальше затемняю а не то что ближе затемняем то что дальше чтобы то что ближе на его фоне стало ярким давайте здесь теньку сделаем спинку ему потемним вот тут затылочек обязательно так отступить от края и затемните мы чуть-чуть затылочек чтобы он стал объемнее вот здесь весь 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 этот край затемнили затемнили почему затемнили потому что у нас будет глаз вот тут рисуем кругленький глазик там где вашей к начинается рисуем глазик вот такой круглый круглый глаз полоской вот так полоска пошла вниз туда а здесь опять затемняем главное чтоб плаватенький переходик у нас получился и здесь второй глаз он выпуклый поэтому торчи вот таким торчком рисуем они должны торчать у осьминога теперь берем красный цвет смешиваем желтым и белым получаем наш оранжевый и дорисовываем здесь оранжевым цветом берем больше белого вот здесь подчеркиваем светлым это еще не сам глаз это только кожа вокруг глаза глаз мы еще будем рисовать полосочек давай такой сделаем глаз мы еще нарисуем тут есть получилось что один глаз торчит мы не видим что он объемный а второй так хорошо прям торчит его мы видим даже есть темненьким еще чуть-чуть затылочек теперь белой красочкой возьмем поработаем вымыли кисточку нашу самую маленькую кисточку промыли хорошенько белый должен прямо светиться поэтому кисть должна быть чистая чистая вымываем и сразу видите вот это не чистая кисть была на вид была чистая вытерла на салфетке а там куча краски вымываем вытираем вымываем вытираем смотрим что более-менее было чистенько она есть теперь берем белую красочку и начинаем рисовать присоски главное чтобы уже сухо было давайте отсюда начнем рисуем вдоль щупальца овальные присоски в ряд по две штучки вот так раз два много много туда и пошли они а потом уже одна начинается где у вас уже не помещается по две рисуем по одной все на самом кончике не надо или здесь тоже обязательно везде на каждой щупальца которая у вас видно рисуем присоски сначала по 2 здесь у меня помещаются по две теперь здесь конечно же ближе к низу они крупные они побольше чем больше щупальца тем больше присоски чем выше тем они меньше берем все время из баночки красочку свежую если видите что вас присоски уже оранжевые желтые смешались с вашей вот это вот щупальца берем новую красочку все они помещаются больше по 2 начинаю по одной последнее все кончик без щупальца все у нас щупальца уже закончились с присосками еще раз берем белую красочку чуть-чуть вот таких бликов поделаем на лобики бликов поделаем вот здесь блики поделали чтобы он прям светился уже такой блестящий да с водичкой взяли белую красочку вот здесь вокруг глазика сделали тоже такой блик яркий яркий здесь тоже на глазике то есть все поверхности сверху вот так вот высветлили теперь взяли белый смешали с капелькой желтого и рисуем вот тут вот ему глазик большой круглый такой желтоватый не беловатый а желтоватый вокруг него нужно обвести опять же темненький помните мы с вами мешали здесь если забыли как его делать берем красный и капельку черного и вокруг глазик обводим что глазик стал ярче когда мы делаем темную водку все светлое становится светлее видите сразу насколько глазик засветился берем чисто черный цвет черным цветом рисуем ему зрачок не помню какой зрачок у вас много помню что продольный то ли он вот просто длинненький то ли он квадратненький честно вам не скажу вы можете сами посмотреть об этом и мне написать в комментариях вот такой делаем продольный зрачок все теперь наш осьминог полностью готов снимаем наш скотч которым я защищала и стол и одновременно вот работу свою снимая скотч у нас получается такая красивая белая кромка она называется паспарту работа получается сразу оформлена я часто использую за 3 рисования не нужно даже потом не рамочку не оформление какое делать хоть сразу бери и дари чудесный осьминожка получился объемные да объемный красивый с вытянутыми извилистыми щупальцами с красивыми глазками круглой головой рисуйте тоже со мной на морскую тематику веселые красивые рисунки пока